Обнимашек. Ну что, не по-русски написано? Хочу обнимашек. Обнимашек. Ну что, не по-русски написано? Хочу обнимашек. Бабоньки, привет. Я думала, больше с вами на связи тифыду. Жизнь наладилась, всё отлично. Непруха так непруха. Я, знаете что, разочаровалась в женской дружбе, прежде всего, разочаровалась в себе как личности. Нинок Солнышко никогда не усомневалась в своих достоинствах. Никогда. Всё всегда было при ней. Нинок Солнышко всегда была победителем и настоящей личностью. Но тут случилось непредвиденное. Дружба разрушилась и разрушилась моя самооценка. Как это получилось? Ой, ну есть у меня подруга Зойка. Вы знаете, с соседнего подъезда. Ой, баба ещё та. Господи, дружим мы с ней, не знаю из-за чего. Ну я к ней то, за спичками, то за солью. Она иногда бывает со мной не поздоровается, нос свертит. Ну, выпендрёжница одним словом. Я ей говорю, серая мышь ты, Зойка, серая мышь, жизни не понимаешь. Не понимаешь жизни, вкуса жизни. У неё и мужиков-то толком не было. Господи, приличная такая, в библиотеке работает. И говорю, подруга моя. А она мне, я вам никакая не подруга. Нина Петровна, отойдите от вас перегаром пахнет. Никакая тебе не подруга. Да мы выросли вот с такого. Ну да, я со шпаной возилась. А ты в это время пятёрки получала в школе. Ну и что? Мы можем вполне быть подругами. Я смотрю, наша Зойка нашла себе какого-то хмыря. Такого же интеллигентика, в очочках, спокойного. К ней то ли ходил, говорили на чай. А он не приглянулся. Вы знаете, он не приглянулся. Я думаю, ну, Зойка, ну не умеет она с добром обращаться. Ну не умеет. Загубит мужика, не оценит его. Я решила, ну как, по доброте душевной поближе познакомиться с мужчиной. Узнать, как он относится к Зойке. Может быть, дать пару советов. Всё-таки подруга моя. Вот он идёт, значит, выходит из её подъезда. Я, как тут, всегда на марафете. Всегда, ой, красавишна. Всегда готовая, как говорится, к празднику жизни. Любите меня, любите. Звезда вышла. Я ему, значит, подхожу такая, сзади. А уже было вечерело. Часов восемь. Очень, это, как сказать, темно на улице. Я ему сзади подхожу, руку кладу на плечо. И говорю, молодой человек. Ну так, знаете, представительно. Голос низкий, сделала бархатный, сексуальный. Чтобы он понял, с кем он имеет дело. Так я говорю, молодой человек. И что вы думаете? Я не успела опомниться. Этот шкет поворачивается. И меня, как звездонёт. Ой. Смотрите. Ой, он мне как засадил в глаз. Ой, господи. Я в шоке. Я лежу, лапки кверху. Я говорю, очухиваюсь. Я понять не могу. Я говорю, ты что? На тебя что, любовь так повлияла? Перед красотой женщина не мог устоять? И он мне начал лепетать. Женщина? Да я думала, это мужчина. Когда ваша рука легла, я весь до земли прогнулся. А когда голос услышал, думают, нападают. А я когда-то каратэ обучался. Вот вам и звезданул. Вы знаете? Не ног солнышка можно оскорбить. Не ног солнышка можно плюнуть в душу. Но так плюнуть в душу. Ой. Тут выскакивает Зойка. Она что-то там услышала. Она на первом этаже живет. И кричит. Отстаньте! Отстаньте от моего молодого человека! Я сейчас вызову полицию! Я вам скажу, женской дружбы точно не существует. Господи. За мухрышку пожалела. Которая еще руку прикладывает. Рукоприкладство к женщине. Ой. А это еще не все новости. Я решила тут сходить в фитнес-зал. Да, собралась. Одела, как говорится, самая лучшая. Футболочку с котиком. Не знаю, она мне маловато, наверное. Но я подумала, что зато будет видно все мои достоинства. Одела самое лучшее. Одену очки, чтобы не светить. Ой. Вот. Оделась. Вся профуфырилась. Прихожу, значит, говорю. Девушка, можно к вам обратиться на рецепшене? Она говорит. Извините. Вы нас перепутали. Благотворительная организация подъездом рядом. И я на нее смотрю. Вот так очки снимаю. Ну, правда, сингал еще этот. Немножко выпила с вечера. Перегарик. И я в шоке была. Какая благотворительная организация? Я говорю. Девушка, вы со мной, конечно, шутите. Вы что, не видите? Перед вами VIP клиент. Перед вами топ-топ клиент. Она на меня посмотрела. Говорит. Вы у нас раньше были? Я говорю. Нет, не было. И что-то мне так обидно стало. Так я жрать захотела. Так я расстроилась. Я думаю. Господи. Пришла худеть. Принесла им свое тело драгоценное. Оказала им внимание. Они мне еще оскорбляют. Я говорю. Вы знаете что? Не успела она опомниться. Начала меня спрашивать имя. Ах, имя мое поздно. Не для того я рождена, чтобы, говорится, быть оскорбленной. И я им сказала. Пошли вы на. Пошли вы в жо. Или пошли вы куда-нибудь. Ох. Видите, неделька не задалась. А рядом беляшная. Купила себе два беляша. Так смачных съела. С таким удовольствием. Ой. Насиловать себя нельзя. Нельзя заставлять себя через силу. Господи. Ой. Ну сейчас глаз пройдет. Мне тут подсказали, что можно через соцсети зарегистрироваться. Познакомиться. Ой. Постараюсь там что-нибудь сделать. Хух. Ой. У меня еще все впереди. Все получится. Девоньки. Любите себя такими, какие вы есть. Не стоит себя насиловать. Не для того нас мама родила. Любимых и красивых. Ой. Ладно, немного солнышко прощается. Пора котика кормить. Пока. Прощайте. Продолжение следует.